А сейчас о громких телевизионных премьерах. Агентство теленовостей совместно со Следственным комитетом запускает новый сезон цикла документальных фильмов «Тайны следствия». Многие зрители этот проект уже знают, и в этом сезоне создатели обещают уровень контента не снижать. Старт на «Беларусь-1» уже завтра, 15 января. Александр Смирнов продолжит. Одна серия будет посвящена убийству семьи в Могилевской области. Этой истории уже 15 лет. Она обросла массой слухов и даже легенд. Ведь изначально обвиняемым даже удалось избежать наказания. На первом суде не хватило доказательств вины. И только сейчас удалось докопаться до истины. Теперь можно в полной мере рассказать, как на самом деле разыгралась кровавая драма. Преступление поразило своей особой жестокостью. Потерпевшим, в том числе спящим двум детям 6-7 лет, причинены множество ударов руками, ногами, орудиями преступлений. По делу вынесен обвинительный приговор. И по сути это уголовное дело яркий пример реализации принципа неотвратимости наказания. Руководитель пресс-службы СК признается, подвести зрителя нельзя. Ведь проект за многие годы уже запомнился. Поэтому к новому сезону будут предъявлять уже повышенные требования. Если в начале пути тайны следствия были информационно-публицистической программой, то сейчас переросли в документально-правовой жанр. Это и интересно, и полезно с точки зрения жизненного опыта. Не окунувшись в это уголовное дело, журналист, наверное, не сможет так эмоционально, правильно, взвешенно, выверенно подать эту информацию для общественности, чтобы мы достигали нашей с вами единой цели. Чтобы каждый гражданин, ну если даже не каждый гражданин, но по крайней мере человек, который просмотрел, увидел, рассказал знакомому, он, наверное, если по-простому говорить, не совершал преступление. И еще один жизненный случай, достойный серии цикла «Убийство ювелира в Витебске». Над ее сценарием трудится мой коллега Владимир Королев. Здесь тоже основным мотивом преступления стала корысть. Но фигурантам удалось настолько запутать следы, что одному следователю разобраться в произошедшем было невозможно. К делу подключили целую команду профессионалов. Когда мы смотрим трехминутный сюжет о том или ином происшествии, это сухие факты, где журналист пытается все изложить в три минуты. Там очень жестко обрубается, скажем так, все самое интересное. Какие-то тонкости, сложности в работе, в первую очередь, следователей. А когда у нас есть 26 минут, здесь, во-первых, сам следователь, который работал над этим делом, он рассказывает о том, с чем он столкнулся, что увидел в первый раз, над чем пришлось поработать, какие были версии. В дополнение создатели проекта прописывают и так называемые лирические отступления. Некоторые сцены снимаются постановочно с профессиональными артистами. Это помогает зрителю понять эволюцию героев или антигероев той или иной серии. Правильно говорят следователи, преступниками не рождаются, а становятся. Но при этом у каждого своя оригинальная история. Кража, убийства, грабежи, киберпреступления. Достойный ответ белорусских следователей, преступникам разных мастей. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Александр Смирнов, Виталий Селявка, агентство теленовостей.